Продолжение следует... Веду свой телеграм-канал «Спасибо, я лайкнул», в котором собираю статьи из мира фронтенда и из мирных областей. Ну и также сам рассказываю про инструменты и технологии. Делаю это в статьях, подкастах и, собственно, выступаю на конференциях. Сегодня хотел бы поговорить с вами про сериальные компоненты. Что это за фича? Откуда она вообще взялась? Самой аббревиатуре уже больше четырех лет. Ее нанесировали типа в 2020 году. Но, кажется, так никто не знает, что это такое и как это работает. Даже Дэн Абрамов завел второй аккаунт для того, чтобы объяснять разработчикам, что это такое. Видимо, одной документации не хватает, но копаться в исходниках не у всех есть желание. Давайте тоже попытаемся в этом разобраться. Вообще, у меня уже есть один доклад про сериальные компоненты. В нем я даю очень подробную информацию о том, что это за фича, почему она возникла, какие проблемы она решает и, собственно, как ей пользоваться. И также я в этом докладе даю очень много информации для самостоятельного изучения. То есть, кто захочет восполниться, преисполниться, так сказать, в этой теме, знает, где ее можно найти. В этом докладе тоже буду говорить про сериальные компоненты, но гораздо меньше, чем в том докладе. Поэтому будет все бегло и сжато. Вторую часть мы посвятим чистой архитектуре и то, как сериальные компоненты согласуются с этим подходом. Как вы видите, доклад разбит на две части. Соответственно, для того, чтобы оперативно понять, точнее, ну как, в принципе, понять, что будет происходить во второй части, некоторые моменты я буду выделять специальными маркерами в моем докладе. Для того, чтобы логические связи возникли и можно было сфокусироваться на этой теме. Выглядит это будет примерно так. Появится знак внимания, на котором будут какие-то важные пойнты, которые нужно будет принять и попытаться сфокусироваться на них. Ну и, конечно же, можно будет после этого выдохнуть, когда закончится важный слайд, который требует вашего внимания. Давайте потренируемся. Слайд важный. Это дисклеймер к моему докладу. Используй только свой личный опыт. Не призываю никого к холиварам по типу «Мой фреймворк лучше вашего, буду только на нем писать». Беру только лучше из разных миров. Ну и, соответственно, следовать полностью канонам и догмам иногда даже вреднее, чем не следовать вообще им. Поэтому тут тоже нужно быть осторожным. Ну и, соответственно, давайте просто произведемся на just-ref-fun. Выдыхаем. Мы видим аббревиатуру RSC. Расчифровывается она как реактор и компонент. Мы видим слово сервер в этой аббревиатуре. Мы уже знаем одну аббревиатуру, которая также содержит слово сервер. Это SSR. Чем же SSR отличается от серверных компонентов? Когда мы говорим про рендеринг на стороне сервера, обычно мы предусматриваем нечто следующее. Пользователь делает запрос на какой-нибудь условный example.com и получает в ответ статичный HTML. В этот момент браузер, точнее сервер получив запрос, рендерит наш статичный HTML. В этот момент также может возникнуть какой-нибудь initial state, который мы описываем наше приложение. Для того, чтобы его использовать, нам необходимо его спрятать в наш статичный HTML и отправить в браузер. После этого браузер, получив HTML, начинает его парсить, находит все необходимые ресурсы и начинает их загружать. Он начинает загружать код фреймворка, код нашего приложения и так далее. Получив все необходимое, фреймворк осознает, что он находится в браузере. Он находит спрятанное состояние в нашем статичном HTML, который мы отправили, и начинает производить гидротацию. То есть возвращать интерактивность на то место, где мы ее позаимствовали, когда рендерили на сервере. Процесс гидротации может выглядеть как проливание бутылки шампанского на пирамиду из бокалов. То есть мы берем какую-то нашу пирамиду, наш статичный HTML и буквально проливаем жидкость в этот HTML, наполняем его жидкостью, то есть гидрируем. Ну и собственно, продолжая аналогию, возвращаем интерактивность, запускаем пузыри от шампанского. Процесс гидротации может быть очень дорогим. Ну не только потому, что мы используем шампанское для этого, а потому, что это очень долго, наполнить всю пирамиду сверху донизу. Серены компоненты используют немножко другой подход. Они используют стриминг на основе HTML. Собственно, вместо того, чтобы ждать, пока загрузится весь код фрейворка, весь код нашего приложения, а до этого загрузится статичный HTML и спрятано в нем состояние, это состояние разбивается на более мелкие чанки, которые заворачиваются в тег скрипт для того, чтобы этот HTML тег можно было стримить в браузер. Далее, попадая в браузер, браузер делает свою работу. Он его выполняет, достает из него этот кусочек нашего состояния, создает из него дерево виртуальное и вставляет на страницу без лишних этапов. Для этого мы используем уже новый API. Мы можем использовать не render to string, а render to pipeable stream, собственно, чтобы создать такой стрим из скрипт тегов. Формат, который мы используем для того, чтобы пересылать в чанках, называется rc-pilot. Это специальный JSON-подобный формат, который придумала React-команда для вот таких целей. Возможно, вы уже видели что-то подобное в любой какой-то статье про серийные компоненты. Собственно, для этого нам не нужно указывать директиву useServer на наших серийных компонентов для того, чтобы избегать дегидратации в браузере. Условно, если предложить аналогию с пирамидой шампанского, нам больше не нужно заполнять ее полностью нашим шампанским. Мы выбираем бокалы, говорим, что это клиентские бокалы, и заполняем директивностью только их. Отсюда мы получаем самое известное определение серийных компонентов, которое звучит. Серийные компоненты — это те, которые рендерятся только на сервере или выполняются только на сервере. Оно не совсем точное. Почему оно не точное? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ответить на другой вопрос. Что такое JSX? JSX — это то, как мы пишем наши компоненты на React, собственно. Но мы не можем отправить это в браузер. Браузер это просто не поймет. Нам необходимо это преобразовать в нечто следующее. То есть наш рекурсивный виртуальный дом, с которым умеет работать React. Ну или другими словами, рекурсивный вызов функции React-Create-Element, в котором мы передаем параметры типа type, props, and children. И если мы внимательно посмотрим на JSON-подобный синтекс, который мы видели раньше, то мы обнаружим те же самые props, те же самые айтемы. То есть, по сути, серийный компонент — это и есть наш виртуальный дом, с которым умеет работать React. Только он находится в стерилизованном виде, потому что имеет асинхронную природу. По большому счету, тот чанк, о котором мы говорили в самом начале, это не что иное, как самовызывающаяся функция. Как только такой скрипт попадает в браузер, браузер его парсит. Скрипт выполняется, React парсит свой специальный формат, создает из него кусочек виртуального дерева, встраивает в текущее приложение, и как бы все работает без лишних этапов. В чем, собственно, проблема? Какие проблемы мы решаем при помощи серийных компонентов? Ну, самая очевидная проблема — это уменьшение клиентского бандла. Поскольку выхлоп серийных компонентов — это обычный JSON, то для его генерации можно использовать бесконечное количество NPM-пакетов, которые в итоге не попадут в клиентский бандл. Второй плюс — это из-за того, что мы используем асинхронные компоненты, нам больше не нужно, точнее, мы можем класть наш код максимально близко к нашим данным или к сервису с данными. Нам больше не нужно отправлять клиентский бандл в браузер, только для того, чтобы он сразу же после этого сделал запрос обратно к нам на бэкэнд. Мы заранее можем обогатить UI нашими данными и отправить в браузер. Собственно, где и как мы можем попробовать хоть какие-то серийные компоненты? Ну, сама документация по ним говорит о том, что лучше использовать уже готовое решение. Например, в метафреймворках, такие как Next.js. Еще также недавно появилась поддержка серийных компонентов в Redwood.js. Если кто использовал для каких-то точечных генераций, то можно также попробовать серийные компоненты там. Но если вам не хочется заморачиваться над чистыми компонентами, писать их с нуля, особенно это будет сложно, потому что требует усиленного внимания к настройке бандлера, инфраструктуры и так далее, то у меня для вас хорошие новости. Next.js — это как бы не единственный фреймворк, который поддержит похожую концепцию. Даже сам Дэн Абрамов говорил о том, что React, в принципе, вдохновлялся другой идеей, другой популярной концепцией, которая давно уже используется в другом фреймворке — ремиксе. Я говорю про модель Loader UI Action. В чем суть подхода их? Сначала, в 2022 году, Райан Флоренс, создатель ремикса, выступил на React-отоне, рассказал, как первая версия ремикса решает проблему Waterfall-запросов, и уже после этого появилась статья в их блоге про полный цикл состояния в ремикс-приложениях. В чем суть? Мы знаем моментальную модель React о том, что UI равно f от state, то есть представление — это функция от состояния. Кроме того, что это красивая формула, она еще означает то, что данные в нашем приложении двигаются в одну сторону. Мы изменили состояние, поменялось представление. Мы через представление можем изменить состояние заново. И ремикс изображает, что это всегда было ложью, поскольку это справедливо только для работы в браузере. В настоящих приложениях все данные размазаны на несколько слоев. Очень много находится на бэкэнде, чуть поменьше находится на BFF, и совсем чуть-чуть находится на фронте. И нам нужно постоянно делать циклы синхронизации между этими слоями, чтобы ничего не потерять при работе с приложением. Допустим, сработал useState, после этого сработал useEffect, улетел запрос на BFF, BFF обогатил его данными для бэкэнда, отправил, получил ответ, разгрузил данные в кэш какой-нибудь, отправил на фронтенд, сработал опять useEffect, useState и так далее. Ремикс предлагает отказаться от этой бесконечной цикличности. Если пользователь через представление совершает какое-то действие, экшен, то это должен быть глобальный экшен, который глобально меняет состояние в нашем приложении. После этого в работу вступает loader и уже показывает обновленное представление с глобальным состоянием. И это, как ни странно, один в один совпадает с тем подходом, что нам предлагают серверные компоненты, например, в реализации Next.js. Сами серверные компоненты по большому счету нечто похожее на loader, то, что загружает данные. А серверные экшены — это примеры наших глобальных экшенов, через которые мы можем менять состояние в системе. Но, внимание, вы заметили, что теперь ментальная модель немножко изменилась. У нас добавилась новая переменная data. Или, как говорит Дэн Абрамов, теперь нам нужно использовать больше компьютеров. Теперь нам нужен компьютер-пользователь, на котором мы храним его локальный стейт, и компьютер, на котором работают серверные компоненты. Смотря на эту формулу, мы понимаем, что нам нужны обе переменные. Мы не можем отказаться ни от состояния, ни от данных. Но для серверных компонентов это вообще не проблема. Поскольку теперь нам не нужно размазать состояние по всем слоям, нам нужно выбрать место, откуда мы сможем его достать и на клиенте, и на BFF, и на сколько угодно в глубоком уровне. Как вы понимаете, у нас такое только одно место. Это URL. Мы меняем что-то в данных. Данные отображаются в нашем URL. URL влияет на отображение UI. Ментальная модель не изменилась, но добавилось немножко больше элементов. Середные компоненты способны понять состояние в URL, потому что сервер всегда имеет доступ к URL запроса. То есть как бы здесь вопросов не возникает. Соответственно, обе переменные доступны к нам на сервере. И формула может полностью работать на бэкэнде. Здесь начинается самое интересное. Фронтендер становится фуллстэком. Возвращается на бэкэнд, начинает работать с бэкэнд-кодом. Фронтендер, никогда не прогружавшийся в этот слой, попадает в чужеродную для себя среду. Среду, которая готова его перемолоть и выплюнет обратно по кусочкам в виде стрима. Он начинает метаться, потому что для него это майндшифт. Ему нужно по-новому переразмыслить свои подходы. О том, как писать код, но чтобы он работал и на бэкэнде, и на фронтенде. Он мечется и придумывает нечто следующее. Не, ну типа, а что? Ну мы же как бы использовали глобальный контекст в наших компонентах. Почему мы не можем использовать базу данных как контекст? Мы ни разу не про это говорили, когда упоминали полный цикл состояния. Что здесь не так? Вообще, все это концепция full stack компонентов. Автор которой и как бы рассказал, показал этот пример на конференции Vercel. В своем видео он немножко подробнее об этом рассказывает и показывает такой уже более упорядоченный пример. Что он показывает? Он показывает какую-то форму. У нас есть привычный TSX, у нас есть сервины-экшены, которые ведут себя, как обычно, ивент-хендлеры. И мы также можем передавать пропсы в этот компонент для того, чтобы управлять поведением нашей формы. Все отлично. Работает как, ну типа, универсальный мини-виджет, который мы можем переиспользовать на разных приложениях. Но есть еще одна версия full stack компонентов от кента Дотса. Даже не пытайтесь, что там написано в ней. Компонент, который отвечает за представление, отвечает за обработку ошибок, за валидацию, за какое-то, не знаю, состояние баннеров и так далее. То есть бизнес-логика и представление полностью перемешаны. Теперь представьте, вам дают задачу, не знаю, добавить новую кнопку, поменять стили, добавить перевод ошибки, поправить API, изменить маппинг, что-то еще. Вам теперь все изменения будут касаться одного компонента. А если вам нужно, не знаю, поменять движок для переводов, для стейд-менеджмента, вам нужно просто выкинуть его и написать заново. Кажется, что нарушение принципа единая причина для изменения налицо. Вообще, когда мы проектируем архитектуру любой системы, мы даже неосознанно пытаемся следовать нескольким целям. Мы хотим, чтобы наша система была гибкой, тестируемой, модульной, поддерживаемой, в ней было разделение ответственности и дешевая стоимость изменений. Ну, то есть, если обобщить условно, мы хотим, чтобы изменить предложение было настолько просто, чем его просто переписать с нуля. Возвращаясь к нашим соревнов компонентам. Что бы мне хотелось? Мне бы хотелось вызвать один большой длинный метод, получить данные и использовать их для отображения. Больше он ни за что не отвечает. Мы получаем данные и используем их для представления. У нас появились три новые сущности. То, что возвращает наш длинный метод, то, что мы передаем в компонент ошибки и то, что мы передаем в компонент представления. По сути, это одни и те же данные. Следовательно, это один и тот же интерфейс. То есть, наша единственная причина для изменения. Мы развернули наше представление и больше не зависим от бизнес-логики. Мы зависим только от этого интерфейса. Еще интересный момент. Поскольку теперь мы храним наше состояние в руле, то мы можем просто его передать в наш длинный метод и получить новое представление в зависимости от состояния, которое хранится в урле. Очень удобно, мне кажется. Вы можете сказать, ну типа ты просто взял всю сложность этого компонента, спрятал в этот длинный метод, но она у тебя никуда не делась. Просто закрыв все под ковер. Ну вообще да, но нет. Это мы сейчас обсудим. С другой стороны, мы посмотрим на этот метод еще раз. Опять же, этот метод возвращает нам данные для представления. У него есть свой тип данных, который он возвращает. Это наш интерфейс. Больше мне вообще все равно, что происходит в этом длинном методе. Как он их фетчит, как он их парсит, как он их валидирует. Он просто возвращает нам интерфейс, который мы обрабатываем. Опять же, мы развернули зависимость от этой логики в пользу этого интерфейса. И больше у нас представление ни от чего не зависит. Мы можем менять его как хотим. Теперь, поскольку есть вопросы к этому длинному методу, что он должен делать, давайте тоже обсудим. Вообще, как вы поняли, это слой приложения в терминах чистой архитектуры. Это красный слой application на диаграмме. Но давайте не будем использовать эту диаграмму. Попытаемся воссоздать ее с нуля заново, открывая слой за слоем. Зачастую кажется, что именно такой способ представления, он больше смущает людей и путает их, чем помогает объяснить принципы чистой архитектуры. Мы начали наше путешествие из некоторого сериального компонента. Поскольку мы использовали паттерн loader, то будем называть все сериальные компоненты loaderами. То есть loader загружает какие-то данные. Из него мы вернули наше представление. Это слой повыше. Ну а мы проваливаемся дальше на слой ниже. Это слой приложения или слой use-кейсов. Слой приложения — это слой, который отвечает за координацию действий и рабочих процессов в нашей системе. Это посредник между уровнем пользовательского интерфейса и предметной областью. Слой приложения создает так называемый список use-кейсов. То есть варианты использования, которые мы можем провернуть в нашей системе. То есть условно наш длинный метод может выглядеть следующим образом. Или как use-кейс можно его уже называть. Взять данные в одном месте, взять данные в другом месте, проверить, что данные валидны и трансформировать их наружу. То есть здесь мы уже как минимум знаем, что у нас существует как минимум два источника данных. Мы знаем, что такое продукт. Мы знаем, что такое валидный продукт. Мы знаем, как его преобразовать для того, чтобы показать пользователю. Здесь функции getProducts from oneSupplier, getProducts from anotherSupplier, isValidProducts. Это все новые слои. О них мы тоже поговорим. И начнем мы с isValidProducts. Как вы понимаете, все здесь базируется на том, что такое продукт и как он выглядит. Это и есть наш слой предметной области. То есть домен, описывающий нашу логику, бизнес-логику, который содержит в себе максимальное количество всех вариантов использования, которые мы можем представить по работе с нашей системой. Условно, в терминах приложения на TypeScript мы можем сказать, что домен — это просто какой-то TypeScript тип. И набор чистых функций, которые работают с этим типом. Например, isValidProduct, isMapProduct, to anotherProduct и так далее. Другими словами, отсюда вытекает, что домен — это самый глубокий слой в нашем приложении, который ни от чего не зависит. Он просто работает с набором доменных сущностей. В свою очередь, например, слой use-кейсов зависит от домена, поскольку он знает, какие функции нужно вызвать, чтобы проверить, что продукт валидный, например. Идем дальше. Функции getProduct from oneSupplier, getProduct from anotherSupplier — это не что иное, как наши сервисы, с которыми мы работаем в нашем приложении. Откуда мы получаем данные и механизмы того, как именно мы получаем эти данные. Это может быть запрос по API, это может быть работа с файлосистемой, это может быть баз данных, очереди и так далее. В терминах чистой артиктуры такие существа называют портами. То есть это часть внутреннего интерфейса нашего приложения, который работает на вход и на выход, который позволяет нам, собственно, впускать данные и выпускать. Если придем в прямой аналогии, то это буквально порт, из которого уходит наш корабль, наш запрос, и который потом возвращается со специями, с нашими данными. Допустим, если мы работаем с сервисом example.com, он становится example.port, а его инпоинты становятся методами нашего порта. Здесь я использовал нотацию объектов, но на самом деле можно использовать вообще обычные функции, как бы мы тут не ограничены в этом. Соответственно, мы можем сказать, что порт — это просто набор и как бы энпоинтов, которые мы можем вызвать в рамках какого-нибудь юзкейса. Здесь, наверное, же можно было восстановиться достаточно детализации, но зачастую мы в нашей системе работаем с большим количеством портов, чем с одним. И поэтому нам нужно для каждого порта описывать то, как именно мы будем с ним взаимодействовать. Кажется, что мы опять начинаем дублировать сами себя. И чтобы этого не делать, нужно это абстрагировать, то есть вынести в отдельный слой. И, как вы понимаете, это слой адаптеров. То есть мы пишем свой адаптер, который позволяет нам адаптировать вызов портов к внешнему миру, чтобы внешний мир смог его понять. Ну и, собственно, наоборот, адаптировать какие-то запросы извне к интерфейсу нашей системы, чтобы мы понимали, что от нас хотят тоже. Теперь мы можем использовать адаптер API, вызывать API-get, API-post и так далее. Под капотом мы можем использовать какое угодно вообще поведение. Это может быть запрос по fetch, через fetch, через GraphQL, через gRPC и так далее. Тут уже на ваше усмотрение. Можете использовать любой транспорт. Главное, теперь это можно переиспользовать. Давайте вернемся, добавим еще деталей больше из реального мира. Вернемся к лоадерам. Как вы понимаете, лоадер — это еще один вид портов в нашей системе. Только если, например, one supplier и another supplier — это вторичные порты или выходящие порты, то есть через них мы, в принципе, получаем данные в наше приложение, то лоадер — это входящий порт или первичный порт. Через него мы стартуем движение данных по нашей системе. Мы знаем, что портов выходящих или вторичных может быть бесконечное количество. Ну, по числу сервисов, с которыми работает наше приложение. Сколько может быть портов входящих? Ну, на самом деле тоже бесконечное количество, но их может быть всего три типа. Это лоадеры, это сервенные экшены и роудхендлеры. Через них мы можем начинать, собственно, работу нашего приложения. Мы видим, что у нас внизу есть слой API и адаптеров. Сверху у нас есть такой же слой адаптеров. Это сам Next.js и его конвенция в новом app-роутере. То есть нам Next.js буквально сам говорит, типа, клади файлы таким образом, чтобы данные попали в нужный обработчик. Ну, собственно, адаптирует наши обработчики к внешнему миру. Собственно, является слоем адаптеров. Как, например, вот здесь. И также добавим еще деталей. Добавим к view URL, потому что в нем тоже есть данные, которые могут влиять на запуск данных по системе. И внизу добавим бэкэнды и базы данных. Что еще имеется в виду при проектировании чистой архитектуры в вашем приложении? Но очевидно, что когда мы используем подобные конструкции, мы все равно жестко прибиваем наш use case к этим функциям, потому что мы их импортируем и четко указываем их имена. Чтобы этого избежать, нам необходимо поступить таким же образом, как мы это делали в самом use case, когда инвертировали зависимость от представления. Мы говорим, что у нас есть просто входные параметры, и у них есть свой интерфейс. Соответственно, потом что-то в нашей системе должно взять конкретный инстанс этого параметра и подставить наш use case для того, чтобы мы могли его использовать. Зачастую это может быть Inversify.js, как самый популярный инструмент. И так далее, например, Type.di и C-Ring. Это тулзы, которые работают с объектно-ориентированным программированием. То есть вы можете настраивать инверсию контроля при помощи них. Если вы пишете, например, в функциональном стиле, используете больше функций, то, возможно, вам подойдет именно InjectX. Посмотрим еще раз на нашу схему. Мы видим, что данные, начиная движение от самого верха, всегда проходят один и тот же слой. Это слой из кейсов. Мы этим можем воспользоваться. Мы можем делать валидацию, обработку ошибок, логирование, трейсинг именно в этом месте. Опять же, если мы используем какой-нибудь объектно-ориентированный способ, то мы можем использовать декораторы. То есть выносить какие-то сайд-эффекты в декораторы. Либо если мы используем функциональное программирование, мы можем проводить данные через наши пайпы, использовать use-кейсы как такие трубы. Также очень важна буква И в аббуратуре Solid. Интерфейс регрегейшн. Мы знаем, что в нашем порту может быть какое-то количество инпоинтов, которые мы можем использовать для взаимодействия с ним. Но у нас также есть use-кейсы, которым не нужно использовать сразу все инпоинты из порта, чтобы получить необходимые данные или выполнить сценарий. Для этого нам необходимо разбить наш порт, разбить интерфейс порта на самые маленькие минимальные интерфейсы, то есть по одной функции. И в конкретном use-кейсе мы можем просто собрать необходимые нам сложности интерфейс. Теперь, когда мы захотим написать, например, unit test на наш use-кейс, нам не нужно мокать абсолютно все инпоинты из порта. Нам необходимо замокать только те, которые мы реально используем в этом use-кейсе. Мы вообще можем скормить данный use-кейс в chat.gpt, и он все поймет. То есть он видит интерфейс, видит логику работы и напишет нам в меняемый тест. Какие плюсы и минусы вообще от такого подхода? Ну, очевидно, что теперь писать тесты — это одно удовольствие, поскольку теперь у нас везде четкий контракт, и нам можно просто настроить pipeline скармливания кода chat.gpt, который будет возвращать нам тесты. Поскольку use-кейсы сами по себе тоже являются интерфейсом, мы можем вкладывать один use-кейс в другой, тем самым повышая масштабируемость нашей системы. Мы убрали зависимости от нестабильных импортов. То есть, например, импортирование Sentry, импортирование Axios, Reactintel и так далее. Теперь у нас все закрыто контрактом. Если мы захотим поменять движок для переводов, мы просто меняем в одном месте, не надо переписывать все приложение. Стоимость системы больше не растет. Ну, типа, условно не растет. Поскольку блоки взаимозаменяемы, мы всегда можем один выкинуть, заменить его другим. И, соответственно, сложность проекта предсказуемая. Это дает уверенность бизнесу для того, чтобы планировать новые фичи на проекте. И рефакторинг это больше не больно. А еженедельная рутина, которую мы делаем, по сути, в каждом спринте. Мы написали какой-то код, посмотрели, что он не очень нравится, переписали, не сломав при этом ничего другого. Потому что, опять же, все закрыто контрактом, это ничто не влияет. Также есть минусы. Очевидно, что если у вас есть много слоев, то нужно писать очень много кода сопроводительного для того, чтобы работу между этими слоями поддерживать. Это называется boilerplate. Здесь, наверное, какого-то выхода особого нет, кроме того, чтобы придумывать оптимизации, скафолдинг, бутстраппинг и так далее. То есть делать заготовки, которые можно легко использовать в своей работе. Также, если у вас на проекте существуют какие-то договоренности, то это, очевидно, влияет на анбординг и кривое обучение новых разработчиков. Здесь, наверное, поможет, опять же, хорошая документация, которую вы напишите для того, что вы сделали, ну и, собственно, настроенные процессы анбординга, в принципе, в вашей компании. Ну и, наверное, проблема, которая характерна для проектов на ранней стадии, это тюнинг контракта между слоями. Обычно, когда начинается проект, ты начинаешь задумываться, где должны быть эти данные, где должна быть эта обработка, выше, ниже и так далее, на каком слое. Обычно все это заканчивается, когда проект становится более-менее стабильным, матерым и так далее. То есть как бы это проблема начальных проектов именно. Ну и, собственно, на этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте обратную связь с прокурор-коду. На этом мне все. Спасибо. Так, все, уже можно спрашивать. Да, большое спасибо за доклад. О, пардон. У меня вопрос, наверное, больше не к архитектуре, а к самим серверным компонентам. Я правильно понимаю, что вы их активно используете в островке? Сейчас у нас стартовал новый продукт, вот, транспортный, и мы вот в качестве эксперимента взяли серверный компонент для того, чтобы их опробовать вот на новом продукте. Мы сейчас их развиваем, собственно, выходим уже в активную стадию почти в продаж. Да, пока что это эксперимент. Тогда маленький вопрос номер один. Насколько я понимаю, в принципе, в большинстве современных сервисов в островке, я полагаю, в вашем новом сервисе тоже, то есть реактивно практически все. То есть куда бы ты ни жмякнул, ты попадешь на кнопку, форму или еще что-то. Если я правильно помню, как это работает в Next, тогда тебе нужно каждый раз вот эту отдельную кнопку выделять в клиентский компонент и оборачивать какой-то серверный компонент. Вот хотел узнать, насколько это, в принципе, удобно в разработке и не нивелирует ли это, в принципе, какие-то выгоды тем, что это реально сложно написать и сложно поддерживать. Ну, тут, да, возможно, вопрос именно удобства и привычки работы с этим кодом, поскольку директивы use client, use server — это, по сути, механизм, который придумала React-команда. Возможно, они в будущем от него откажутся и позволят как-то, типа, автоматически определять, что это за компонент, типа, не нужно будет директивы писать. Сейчас пока это так. Как бы нет такого, что клиентский компонент — это плохо, серверный компонент — это хорошо. Это как бы комплементарные технологии, которые нужно использовать на одном проекте, и как бы это нужно делать, потому что это помогает сделать приложение лучше. Вот. Ну и опять все упирается в просто привычку. Либо ты как бы принимаешь это правило игры, либо ты не понимаешь и ищешь какой-нибудь другой инструмент. Вот. Спасибо. И тогда маленький вопрос номер два. То есть сейчас он над нами навис React-19. И создалось ли у вас уже какое-то впечатление насчет того, насколько вот эта новая версия, она изменит парадигму серверных компонентов, то есть и оставится вообще необходимость в этих серверных компонентах, если, допустим, там тот же компилятор за нас все будет мимонизировать, там магически что-то делать, у нас ничего не будет перерендоваться, перезапрашиваться и все будет хорошо. Ну, сами подходы, они не изменятся, потому что они, в принципе, не нацелены на какую-то конкретную реализацию во фрейморке. И опять же, выхлоп серверных компонентов — это обычно JSON. На нем вообще как бы, ну, компилятор ни на что не повлияет. Повлияет уже именно работа в браузере. То есть когда мы будем создавать из этого JSON наше виртуальное дерево, когда мы будем его встраивать в наши клиентские компоненты и уже их потом компилировать в то, чтобы, ну, удалось читаемое, здесь, возможно, что-то поменяется. Но опять же, подход, который я описывал, он больше такой агностик-подход, который не требует какой-то конкретной имплементации именно в реакте с его компилятором и так далее. Поэтому я предсказываю, что это не будет сильно задействовать и не будет аффектить никак, по сути. Спасибо. Еще, знаете, возник третий маленький вопрос. Я когда читал про серверные компоненты и так далее, там было в статье сказано, что это groundbreaking innovation. А я когда прочитал, я подумал, блин, статичный HTML пришел сбек, все как было 20 лет назад. У вас нет такого ощущения? Ну, да. У меня тут были шуточки про PHP, но я их вырезал, потому что это уже клише. Все. Большое спасибо. Вадим, спасибо большое за доклад, за выступление. Подскажите, пожалуйста, вот это вот, так сказать, был слайд, где была компонента, которая громадная, там типа не влезала вообще. Понятно, это плохая, да, вот этот спагетти-код и так далее. Не возникает ли проблемы, и возможно, как-то вы ее обходите, когда вот так вот разделено на множество абстрактных слоев, да, там инверсию используете и так далее. Не возникает ли обратной проблемы, что mental load настолько большой, что когда ищешь баг, просто, ну, типа, очевидно, все тестами покрыто, все по тестам красиво, а даже с какой стороны начать подходить вот к вот этой куче разных уровней абстракции, совершенно непонятно. Может быть, есть какой-то у вас опыт решения этой проблемы? Да, ну, собственно, минусы, которые вы подчеркнули еще раз, да, я их упомянул, это, опять же, кривое обучение. Соответственно, если приходит новый разработчик, и ему нужно продебажить код, он немножко потеряется в этом без должного анбординга, должных там процессов документации и так далее. И, опять же, я упоминал еще момент с тем, что данные в нашем системе проходят через один и тот же слой юзкейсов. И это неспроста, поскольку теперь мы в нем можем видеть все, что происходит в нашем приложении. То есть мы можем залогать, затрейсить любой сервис, любую ошибку в любом юзкейсе с четким именем, где это произошло и так далее. Соответственно, если мы видим ошибку, мы просто открываем консоль и видим файлик, где это произошло. Просто кликаем туда и смотрим, что отвалилось. То есть сеть, либо бэкэнт, либо данные невалидные, не пошли по формату и так далее. То есть это закрывается вот этой возможностью. Спасибо большое. Я хотел бы уточнить, как данная технология работает с веб-поркерами. Когда нам, например, нужно какие-то данные на клиенте преобразовать, тяжелое вычисление, и на основании этого отобразить UI. Я на самом деле нет у меня пока четкого ответа, как это именно с веб-поркерами будет работать, но следуя принципам чисто архитектуры, скорее всего, веб-порке это будет как отдельный сервис. Соответственно, мы для него пишем свой адаптер, который позволяет постмесседжить, получать сообщения от него и преобразовать в наш интерфейс, в котором мы уже умеем работать в юскейсерах, с доменом и так далее. Кажется, что это будет так организовано. Но возможно, вопрос нужно пресерчить и более внятный ответ к этому получить. Получается, он как порт будет сделан отдельно? Да, это будет какой-то порт, в котором через него мы будем, собственно, получать данные из этого воркера и как бы с ним взаимодействовать. Ясно. Все, что касается данных, это, по сути, можно вынести в отдельный порт. То есть, соответственно, у нас есть сервис, у него есть инпоинты, мы это все объединяем в один порт и как бы с этим работаем. Спасибо.